Итак, всем привет, с вами Допгейм, и мы продолжаем играть за Италию, а теперь уже папское государство в ванильной Херцферн 4. В прошлой серии мы вступили в войну с очень сильным блоком, и уже в этой серии мы сейчас будем давать контратаки и потихоньку выдавливать их с Западной Европы, затем перейдем в Центральную, и затем уже будем Советский Союз побеждать, он останется у нас на последнюю очередь. Так что поехали. Отменили мы тут задание наше на поддержку с воздуха, есть у нас здесь орудие, и мы начинаем, собственно говоря, попытку прорыва. В целом, как вы можете видеть, из-за нашего воздуха минус 30% у них, из-за припасов еще и минус орудие, это вообще-то суперхороший паф, и в итоге у нас тоже небольшая нехватка припасов есть, но в целом нормально. И у нас самое главное есть поддержка с воздуха, то, что раньше было у них. Но теперь именно мы контролируем воздух Южной Франции и начинаем давить очень успешно, причем еще параллельно сбивая очень много их авиаштрубной авиации. Видимо, наступление пройдет без особых проблем. Пробились мы через основные проблемные участки, это реки. Теперь все должно стать еще чуть-чуть поприятнее, везде у нас есть поддержка из авиации, плюс, также я потихоньку подвожу сюда железнодорожное орудие. В общем-то, продвигаемся мы очень уверенно. Вместе с этим я решаю, что пора уже начать контрнаступление в Испании, значит, именно этим мы и будем заниматься. Также, возможно, стоит чуть-чуть побольше авиации сюда, но, значит, кроме того, как я понял, я захватил немецкое орудие, потому что здесь вот у меня не было орудия. Но это удачно. Теперь на севере у меня есть одно, на юге другое, и третье, сейчас которое я дострою, отправиться в Испанию, тут уже помогать. И, видимо, еще одно немецкое орудие, вот это вот, что, видите, принадлежит все какой-то непонятной армии, которой у меня на самом деле-то и нету. Синяя, у меня нет синей армии. Стоит его подвинуть. Западнее. И вот это тоже, на самом деле, не знаю, ждем пока тут... Пока тут дороги перестроятся. Ну, в целом, мне уже нравится, что происходит, и я думаю, через несколько месяцев мы освободим эти территории. Здесь же вообще просто ничего не происходит. Как и должно. У меня тут также готовы резервы, которые я теперь пораскидываю просто по всем армиям. Собственно говоря, докончили они подготовку, можно их порассылать. А здесь просто сделать нового генерала. Собственно говоря, некоторая проблема у нас с количеством генералов, их качеством, но ничего. И эта армия будет сейчас тоже помогать в наступлении на Францию. Так, забавный факт. Мы все еще можем сделать Итальянскую империю, и мы этим переименуем Папское государство. Наверное, типа уникальное название. Вот как раз-таки Итальянскую империю. И получим вот этот приятный баф, на самом деле очень приятный. А затем мы пойдем в наше море, и по-моему это даст нам возможность сделать как раз-таки Римскую империю. Ну и тут есть также вот эти полезные бафы, которые мы обязательно возьмем. Ну а что у нас по боевым действиям? Мы успешно разделили фронты. Здесь у нас сейчас две армии с поддержкой, как вы можете видеть, орудий. Очень они нам помогают на самом деле. И здесь еще также воюют две армии. Добивают Испанию и Португалию. Здесь тоже где-то одно орудие валяется. Я прикрепил его к армии. Посмотрим, как они его используют. Ой, ужасно. Поэтому надо вручную, наверное, все-таки так же делать все. Но здесь все неплохо. Авиация нас тоже помогает. Стоит, кстати, вот это перебросить уже вот сюда. Пожалуй говоря. Вот так у нас здесь все успешно. И после того, как мы здесь прорвемся, уже немецкие территории будут под осадой. Также мы тут модифицируем наши подразделения гарнизонов. Как вы можете видеть, я полностью заполнил их кавалерии. И добавил военную полицию, чтобы было максимальное подавление. Это позволит нам сэкономить 26 тысяч людей и 3 тысячи пехотного снаряжения. То, что нам надо. Так что теперь у нас гарнизоны чуть-чуть получше будут по экономии. Ну и продолжаем прорываться мы. Итак, Испания и Португалия захвачены. Здесь мы уже в севере Франции успешно наступаем. И у нас здесь образовалась некоторая высадка немецкая. Видимо, они из Крыма десантировались. Но это фигня. Мы с ними справимся. Следовали мы новый корпус истребителей. А точнее, новых маленьких самулятов. Вот так у нас будет выглядеть наш новый истребитель. Собственно говоря. Оба-на. Конечно, с иконкой получше. Все же не осталось хороших иконок, к сожалению. Но давайте, пускай будет так, без разницы. Собственно говоря, старые истребители списываем. И начинаем производить новые. Также сейчас мы сделаем бомбардировщики и штурмовики. Вот так вот у нас будут выглядеть наши новые штурмовики. 27 у них будет авиастрома в атаке. Две ящики для бомб. Противотанковые орудия. И также два орудия с воздушной атакой. Здесь у нас тормоз. Плюс дальность. Плюс защита. Ну и, конечно, двигатели самые лучшие, чтобы иметь самую лучшую скорость. Платим из этого горячим. Но, в принципе, мы себе можем уже на этот момент себе это позволить. И иконку я тоже поставил. Просто, чтобы их как-то различать можно было. Честно говоря, именно их матери. 50, кстати, очень дорогие самолеты у нас получаются. Но что поделать. Заводов у нас, в принципе, достаточно. Также у нас, как вы можете видеть, танки мы делаем потихоньку. У нас уже даже есть вот эта вот танковая армия небольшая. И теперь палубные бомбардировщики. Тут мало что поменялось. Все так же. Можно разместить только одно вооружение против морских целей. Так что мы его размещаем. Два орудия для атаки. Ну и, собственно говоря, модуля здесь вот на обнаружении. Плюс дальность. На защиту уже слота не хватает. Ну и, в принципе, получается очень теперь сочная атака по целям. С хорошим обнаружением. С минус штрафом за ночь. Нормально. Пойдет. Ну и, конечно же, новая иконка. Чуть-чуть получше прошлой. И вот так у нас теперь выглядит наше производство морских... Производство авиации. Так, мы тут брали небольшую передышку, чтобы реорганизовать все наши войска. Плюс пора идти немножко снабжения немецкое. Это успешно у нас получилось. У них поездов теперь нету тут. Собственно говоря, теперь мы можем попробовать возобновить наступление. Куча этих попапов меня немножко уже бесит. Но в один момент они закончатся, я подозреваю. Ну и более-менее успешно. Конечно, у них укрепленные позиции, поэтому первые атаки будут не такими полезными. Не такими хорошими. Но в целом красная окрашивается путевинка в желтая, а потом и в зеленая. И мы переходим в хорошее наступление. Здесь мы также вот эту войску ликвидируем. И вот здесь вот у нас пришлось кое-как поменять планы. Сейчас мы вот отсюда их задавим сюда. И потом вернем здесь Болгарию. Потому что здесь у нас войск просто на данный момент не было. Ну и параллельно готовим мы какие-то резервы. И вот мы смогли также окружить очень неплохое количество дивизий здесь с ракет. И продолжаем вступление в Германию. Тут уже 3 миллиона потерь, собственно говоря. Я уже сделал колокадом казуального такого. Второго я, наверное, уже не успею. Здесь у нас еще Чехословакия и Румыния есть. Румыния еще один готовим. Но в Германии я уже еще один, не знаю. Наверное, готовить не буду. Вот еще одно неплохое окружение. Еще какая-то пушка тоже здесь осталась. Советско-немецких войск. Ну и мы уже успешно вторгаемся в германские земли. Здесь потихоньку тоже давим. И здесь потихоньку ликвидируем эти немецкие войска в Турции. Также здесь я наконец-таки достроил эти шелезные дороги, чтобы орудие могло проехать туда. Ну а здесь на востоке, в принципе, союзные войска держат линию. Так что у меня спокойно есть возможность забрать все вот эти территории обратно. А вот и Пауэлл Берлин, собственно говоря. И вот-вот пойдет сама Германия. На этом, кстати, здесь нам поможет очень, во-первых, потери в бою. Неприятные для них. Браски в амбардировке тоже с двадцатку. И, собственно говоря, колобок наш. Так что очень неплохо. Пауэлл Берлин, конечно, мы очень глубоко в минуса. Ну, такая ситуация. Что поделать? Честно говоря, можно теперь уже вот так поделать. Потому что мне лень дальше микроменеджить каждое орудие. Надеюсь, боты не будут их просто так туда-сюда так оттекать, как они любят. Здесь мы чуть-чуть назад отойдем, потому что не хватает нам снабжения. Нужно еще так делать. Хотя, в теории, вот этот парень должен и так с ним делать это. Ну, ладно. Ну и после этого мы сразу пойдем в Польшу и Прибалтику. Вот оно. Все. Капитуляция Германии есть. Преходили наше подкрепление с севера вот сюда. И переходим мы в нормальное наступление. Здесь, конечно, не очень нам танками наступать в горы, но что поделать. И здесь мы опять консолидировали фронт. Опять переходим на наступление. В этот раз, я думаю, полностью добьем эту группировку войск. И тем временем здесь повыше у нас идет успешное наступление. Но не очень быстрое, потому что все-таки войска здесь есть. Войска сопротивляются в Восточную Европу. Что мне очень не нравится, это то, что вся оккупация переходит в Британию. Хотя у нее всего лишь 22% оккупации. Почему? Да, просто так. Игра это так работает. Так, тут неожиданная новость. Румыния вступила резко в войну. Неприятная ситуация. Мы здесь, конечно, Польша капитулировали, так что не так все страшно. Но ситуация неприятная. Знаете, что нам нужно вот эту армию полностью перебросить на Румынию. Но с другой стороны у нас здесь что? Варионетка. Точнее, колобок почти готов. Так что в целом должно быть не все так плохо. Но сейчас наши войска будут зарабатывать у сторон очень неудачным способом. Но мы справимся, я думаю. Еще один неприятный удар. Нидерланды присоединились к Антанте. Значит, что сейчас мы с ними тоже будем воевать, а войск здесь нет. Ну и резервы у меня такие, если не хочется их перебрасывать. Я надеюсь, что Британия сама с этим справится. Так мы смогли заставить Болгарию снова капитулировать. Это она здесь поудряла многие вражеские войска. И снабжением поможет. Здесь почти все готово. Опять здесь фронт ломается. Сейчас добьем вот это вот. И придется фронт поменять. Но почти, почти готово. Почти готово это окружение. Здесь в Румынии прорыв хорошо идет. Здесь тоже постепенно Прибалтику мы захватываем. В Советском Союзе мы уже начали вторгаться. В Советском Союзе, кстати говоря, здесь неплохие силы расположил. В лесу нам сюда добавить побольше авиации, пожалуй. Свои казними некоторые приколы. Но что поделать. Кое-как справимся. Ну и здесь тоже потихоньку все идет как надо. А вот это у меня капитулировало. единственное что мне не нравится то то что венгрия из-за того что успела какие-то провинции получить восстановилась и нужно сейчас будет их снова захватить игры словения но это будет несложно так что все окей и в принципе входим на советский союз нам понадобится кажется здесь как-то под перекрупироваться немножко после того как мы подбиваем вот эти вот небольшие окружения вражеских войск война идет просто безумные потери у всех просто безумные врагов вообще 14 миллионов практически уже погибло но при этом я уверен что там все еще да все еще ограниченный призыв как я и думал собственно говоря у советского союза еще кучу народу у нас в принципе не так много людей остается хотя в целом в целом мы себя чувствуем еще комфортно но потихоньку потихоньку это будет все чувство ухудшаться и ухудшаться что кроме вот этих войн до напоминаем что у нас еще есть война с америкой война в африке идет потихоньку в британии еще война с азией все это сейчас одновременно происходит а за конечно только здесь мы фактически воевим но на этой ночь я думаю пора закончить серию так что с вами был допгай подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте лайки комментарии все ребят как обычно до скорых встреч пока